Ольга Каякина изучила мозг Саши и пришла к выводу, что его зрение можно сравнить с акустическим зрением дельфинов и летучих мышей. Летучая мышь, дельфины, да, у них такое же зрение, только акустическое. Они просто вот, значит, подсвечивают акустически и так же ориентируются, как... На электроэнцефалограмме фиксировались волны высокой частоты, идущей из мозга. Она обнаружила их, но измерить не смогла. На этих снимках мозговая активность Саши показана белыми точками. Эти точки образуют луч, который проходит сквозь головной мозг. Этот луч человек строит произвольно, он управляет этим лучом. И мы видим, что энергетика этого луча исходит из центральных структур мозга и упирается в центр лба. Однажды отец Саши понял, его слепой сын видит, и даже то, что не все зрячие могут представить. Я вот решил такой тестик провести небольшой. Я говорю, Саша, а посмотри, пожалуйста, вот как выглядит вода на минеральном уровне. Я ему сказал, что там два шарика такие, а один шарик чуть-чуть отличается. Три шарика. Два шарика одинаковые, один шарик другой. Вот, естественно, я там про H2O даже близко ничего не знал. Все, вот тут я уже понял, что, ну, он говорит о молекуле воды, понял, что это объективно, что это реально, что это нормально. Потому что никакого понимания вообще о химии, ни о, так сказать, каких-то таких частицах, ни о чем он никогда не слышал. И химия не слышал? Нет, конечно. Он маленький еще. Диагноз прозвучал, как приговор. Рожденная дистрофия сетчатки глаза и аномалия зрительного нерва. Через несколько лет у него обнаружили катаракту. Через год Ольга Ивановна снова увидела Сашу и не поверила глазам. Тот самый слепой мальчик уже уверенно бегал в толпе взрослых. Тогда она удивилась и предложила родителям обследовать его мозг. Зелеными буквами написано «Не забыть главного». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова